29 талантливых казахстанцев вошли в знаменитый список 100 новых лиц Казахстана. Среди победителей второго этапа конкурса математик, акробат, акын, пловец и фото-журналист. Сегодня их лично поздравил Нурсултан Назарбаев. Участники поведали главе государства о своем нелегком пути к неожиданной славе. За этой встречей наблюдал мой коллега в Астане Эльзат Акчурин. Он выходит на прямую связь из столичного КАЗ-медиа-центра. Эльзат, добрый вечер. Так, чем же удивил сегодняшний вечер? Рашид, добрый вечер. Но удивил не столько конкурс, как и его участники, которых сегодня в КАЗ-медиа-центре чествовал лично Нурсултан Назарбаев, глава государства, с особым вниманием, а также удовольствием слушал трогательные рассказы победителей. О своем необычном пути к славе рассказали 9, уже можно сказать, знаменитостей. Среди них есть акробаты, акын, певец, фотожурналист, нейрохирург и даже врач-репродуктолог. Истории этих людей затронули до глубины души, потому что все они из обычных семей, но своим упорством, целеустремленностью и терпением смогли достичь таких вот высот. Ну на этом нельзя останавливаться, сказал молодым глава государства, но Султан Назарбаев заявил, что сейчас пришло время, когда путь лежит к успеху через повседневный труд. От человека зависит все это, от его стремления. Поэтому очень здорово, что мы проводим второй раз этот конкурс. Мы будем его продолжать, потому что это пример для молодежи, пример для всех, что всего можно добиться. Самое главное – достичь вершины того, что вы взяли. Человека жизнь очень короткая, только одну вещь можно довести до конца. Хвататься будет за все профессии, ничего не получится. Ну в числе победителей совсем юные таланты, которые не только своими знаниями, но и упорством пробивали себе путь к пику популярности. Вот, к примеру, Ержан Салимгиреев – это мастер спорта международного класса по плаванию. Также он двукратный чемпион азиатских паралимпийских игр 2018 года. Вообще судьба Ержана Салимгиреева изменилась, когда ему было всего 9 в ауле, играя со своими сверстниками. Он случайно попал под напряжение электропровода и лишился одной ноги и одной руки. И в те самые тяжелые дни его поддержали, ему помогли родные и его друзья. Об этом сегодня он также рассказал на встрече с президентом, поделился планами, хочет построить большой спортивный комплекс и привить другим чемпионский дух. Я сегодня рассказал президенту о своей мечте и целях. Я хочу в своем ауле построить спортивный объект и назвать его «Еркэнкала». Там воспитывать будущих чемпионов, поскольку у нас есть сильные ребята. Они могут и хотят заниматься спортом. Также я мечтаю попасть на паралимпийские игры в Токио и выиграть соревнования. Поднять флаг нашей страны – это же большая честь. Заострил на себе внимание президента и всей публики. Также Никита Амоскин, мастер спорта международного класса, к своей мечте шел многие годы. Вообще, с малых лет Никита увлекается спортивной акробатикой и занимал очень много призовых мест на турнирах в Республике Казахстан. Сейчас ему уже 20 за его плечами, золотая медаль, которую он получил на чемпионате мира среди молодежи по спортивной акробатике. Теперь он хочет и надеется покорить пьедестал Олимпийских игр. Это была моя мечта – обменяться рукопожатием с президентом и, конечно, сделать совместную фотографию. Знаете, я не буду останавливаться на достигнутом. Впереди цели большие. Я буду идти только вперед и добиваться. Элизат, скажи, а почему в списке только 29 имен? Ну, по словам организаторов, именно такое количество решила утвердить экспертная комиссия. Иначе говоря, конкурс 100 новых лиц 2018 года на этом завершен. Я напомню, что голосование и отбор проходил на протяжении всего прошлого года. Всего же, в свое счастье, попытали около 2000 кандидатов. Ну, а до онлайн-голосования дошло всего 200 человек. Ну, и впоследствии казахстанцы выбрали 29 достойных уважения и восхищения молодых людей. Рашид? Элизат, а у тебя случайно не было желания самому попасть в этот список? Да, Рашид, признаюсь, у меня на миг возникло такое желание, потому что я увидел искринку в глазах этих молодых людей и понял, что участие в этом проекте стимулирует к еще большим свершениям. Большое спасибо, Элизат. Я напомню, с нами на прямой связи из Астаны был наш столичный корреспондент Элизат Акчурин, а мы продолжим выпуск. Продолжение следует... Продолжение следует...